Продолжение следует... Принципиально важным для того, чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта. Именно российские миротворцы в свое время остановили горячую фазу Приднестровского конфликта и с тех пор обеспечивали сохранение этого конфликта, пусть в замороженном, но не смертельном состоянии. С тех пор обеспечивали сохранение этого конфликта. История Молдовы – это прямое доказательство того, что ни один, пусть даже самый пророссийский политик не может добиться от Кремля уступок. Пример Молдовы способен избавить от многих иллюзий. Новый президент страны Майя Санду потребовала вывода российских солдат с территории Приднестровья. Она подчеркнула, что опасности боевых действий нет и предложила заменить российских военных гражданской миссией ОБСЕ. Впрочем, ждать уступок от Москвы было бы наивно. В конце концов, российские солдаты появляются на территории бывших союзных республик не ради того, чтобы установить мир. Они появляются ради того, чтобы установить контроль. Так было и в Приднестровье. Российские войска расквартированы там уже 25 лет, с 1995 года. Поначалу их численность достигала 5000 человек. Сегодня сократилось до 1000 с небольшим. Российские солдаты присутствуют на погранпереходах из Молдовы в Приднестровье, а заодно охраняют военные склады в селе Колбасно на границе с Украиной. На этих арсеналах хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов. Они остались в Приднестровье в наследство от 14-й армии СССР, которая когда-то была здесь расквартирована. Боеприпасы лежат тут уже несколько десятилетий, и вывезти их куда-либо довольно затруднительно. Их нужно утилизировать на месте. Но сама Москва решать этот вопрос не спешит. До тех пор, пока боеприпасы хранятся в Приднестровье, у Кремля есть еще одно объяснение, почему российские солдаты должны и дальше оставаться в регионе. Единственный раз, когда Москва изменила свою позицию, случился в начале 2000-х годов. Тогда у власти в Молдове была партия коммунистов во главе с Владимиром Ворониным. За 4 года Россия утилизировала почти половину боеприпасов. Но не стоит списывать это на благожелательную уступчивость. В тот момент Кремль имел все основания рассчитывать, что склады как предлог для сохранения войск уже не понадобятся. Воронин обещал присоединить Молдову к союзному государству России и Беларуси. Сделать русский язык вторым государственным и урегулировать вопрос с Приднестровьем. Расчет Москвы был на то, что пророссийские настроения Приднестровья изменят электоральный баланс Молдовы в пользу Кремля. И она начала готовить документы. В 2003 году появился так называемый меморандум Козака, названный по имени его автора. Молдова должна была стать федерацией. Приднестровье и Гагаузия должны были получить автономию. Русский должен был получить статус государственного, а сама страна соглашалась на статус демилитаризованного государства. Но при этом Кишинев должен был согласиться с тем, что российские войска получат официальный статус и пробудут на территории страны до 2020 года. Если бы этот документ вступил в силу, склады в Приднестровье Москве бы уже не понадобились. Ее армия получила бы официальный статус в Молдове, закрепилась бы там на десятилетия, а сама страна фактически стала бы российской колонией. Ситуацию, судя по всему, смогло изменить давление Запада. Во всяком случае, в последний момент Воронин отказался подписывать меморандум, после чего отношения Кишинева и Москвы надолго охладели. С разрешением Молдоприднестровского конфликта не стоит спешить. Об этом заявил специальный представитель президента России на Днестре Дмитрий Казак. Вы правы, что этот конфликт требует урегулирования. Но мы исходим из того, во всяком случае, Россия когда-то активно участвовала в этом процессе урегулирования, мы исходим из того, что в настоящее время, в нынешних условиях, в нынешних условиях хрупкого оптимизма, как сказал Игорь Николаевич, эту тему, она деликатная, она непростая. Эту тему сегодня поднимать не надо. Мы во всяком случае не инициируем и не обсуждаем ее. История Молдовы это прямое доказательство того, что ни один, пусть даже самый пророссийский политик не может добиться от Кремля уступок. Все, что ему под силу, это официально легализовать оккупационный армейский контингент, выполнить требования Кремля и лишить свою страну хоть каких-либо перспектив. И если кто-то полагает, что проблема мира на Донбассе упирается лишь в имена украинских переговорщиков, он может полистать историю соседней страны. Она довольно поучительна. И нет ничего удивительного в том, что новый президент Молдовы Майя Санду обещает свои первые зарубежные визиты совершить в Украину и в Румынию. На Румынию приходится до четверти всего молдавского экспорта. Для сравнения на Россию приходится лишь 9%. И точно так же для Кишинева важен Киев. Причем Майя Санду еще до своего избрания советовала украинским политикам не повторять ошибок своей страны и не соглашаться на российские требования на переговорах. Впрочем, самое удивительное состоит в том, что проевропейский кандидат победил в Молдове именно благодаря своему пророссийскому предшественнику Игорю Дадону. Когда в 2016 году Дадон только стал президентом, промосковские и проевропейские векторы поддерживало примерно одинаковое количество граждан. А к концу его правления за ЕС выступало уже 58% молдаван, а против только 20%. Все потому, что 4 года правления Дадона Москва посвятила разговорам о духовных скрепах, в то время как Евросоюз ремонтировал в Молдове дороги, школы и больницы. И к концу своей каденции все, чем мог похвастаться Игорь Дадон, это коррупционные скандалы, экономический кризис и проваленная подготовка к пандемии. Молдова – это лучшая прививка от любых иллюзий. Ее пример доказывает, что ни один, даже самый пророссийский политик не может добиться вывода российских войск. Все, что ему под силу – это узаконить оккупацию. Кремль не вкладывается в обустройство соседних стран, в отличие от Евросоюза. И если политик уверяет вас, что страна выиграет от дружбы с Москвой, он врет. Скорее всего, от этой дружбы выиграет лишь он сам. А страна только лишь потеряет время, а возможно и будущее. О перспективах российско-украинских отношений говорили сегодня в Москве. Владимир Путин принял украинского политика, главу Политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. К сожалению, сегодня в тупике находится формат минских переговоров, трехсторонней контактной группы. В тупике он находится по вине украинской делегации. Я хорошо понимаю политику Российской Федерации, что, на мой взгляд, является объективной по отношению к тому, что если кто-то ввел санкции, он должен их отменять. Но я все-таки хотел бы, если есть такая возможность, чтобы рассмотрели эти конкретные предложения. У меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, были ориентированы на сбыт этой продукции в России, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы. Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. И очень хорошо ее перенес, и считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом. Поэтому нет, не было температуры, никаких осложений ни у меня, ни у членов семьи, ничего не было. Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно. И я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина, в том числе и попала в Украину, для того, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого страшного заболевания. Почему нет? Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной, надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы. Несмотря ни на какие политические сложности, все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам не обязательно, безусловно, как в России, так и в Украине. Прививку от коронавируса Путину не ставили. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Объявление простое. Испытывать новый препарат на президенте не стали бы, однако в зарубежных СМИ уже появилась информация о том, что избранные россияне получили вакцину еще весной. Вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам не обязательно, безусловно, как в России, так и в Украине. Редактор субтитров А.Семкин